Есть ли жизнь на юридическом факультете? Есть, да еще какая. Совмещать активную деятельность в студенческом совете, путешествовать и справляться с огромным потоком новых проектов можно, а главное нужно. Ну а как это делать, нам расскажет герой сегодняшней программы «Личность» Мария Якушева. Чтобы что-то понять о человеке, достаточно увидеть, как он работает. Мы пришли пообщаться с Машей между собеседованиями, которые она проводит в рамках проекта «Школа актива» для первокурсников РЭО. Уже почти год Якушева занимает должность заместителя председателя студенческого совета по работе с факультетами. Кстати, она сама начала активную студенческую деятельность именно с этого проекта. На первом курсе пришла простым участником, а на следующий год уже мастером и была организатором и программным директором «Школы актива». Я пришла на первом курсе к своему председателю студенческого совета и спросила, как можно стать старостой, потому что мама сказала мне только старостой, прям давай, потому что это поможет тебе. Ничего мне не помогло, но не важно. И он видел, что я очень активная, инициативная, что у меня есть какие-то свои идеи и предложил мне стать главным организатором факультетского проекта «День юриста» – один из главных вообще наших праздников. Я, конечно же, согласилась, у меня же такой опыт за плечами, как я думала. Начала организовывать, это был мюзикл в ДК-конгресс-центре на большой сцене. Пришло очень мало людей, потому что это были пары, но мне очень понравилось, потому что это была моя режиссерская постановка, и ребятам тоже понравилось, которые участвовали. А потом стала куратором, как многие ребята становятся, а потом на втором курсе представителем своего факультета. Маша Якушева с детства была активной и разносторонне развитой девчонкой. Занималась синхронным плаванием, бально-спортивными танцами, учила английский, играла на фортепиано и даже пела в детском хоре Большого театра. После того, как в три года я сказала суперментальную фразу «Мама, хочу играть на поминине», она привела меня вот в это вот здание. И на протяжении семи лет мне, к сожалению, казалось тесущим адом, но сейчас я прихожу сюда с огромным удовольствием и безумно благодарна маме за то, что она заставила меня закончить музыкальную школу. Восемь лет я училась, трудилась и иногда лентяйничала, занималась, а порой делала все, только чтобы ничего не делать. Даже кусала пианино и всячески сопротивлялась судьбе. Но после этого «но» началось самое интересное. Отсутствие необходимости играть на инструменте поманило меня вновь открыть ноты и начать играть уже для души. Через два года я освоила гитару и начала петь не только в те моменты, когда никого не было дома. Все это стало способом выражать все мои мысли и эмоции. Помимо своих занятий музыкой, Маша активно работала в Школьной Академии Детской Дипломатии, поэтому много путешествовала и общалась с иностранными школьниками. И, конечно, как только поступила в Плехановку, сразу нашла применение своим способностям. На российском экономическом университете имени Георгия Политича Плеханова! Я изначально хотела поступать в педагогический университет. Я очень люблю детей, мне хотелось заниматься их образованием, хотелось много в них вкладывать. Но потом я решила, что все-таки я оставлю это для своей семьи, вот эти все свои порывы к детям. Потому что я мечтаю об очень большой семье и хочу стать мамой, многодетной. Это моя мечта. Решила защищать права детей, поэтому пошла на юридический факультет. Почему именно в Плехе? Потому что это был один из немногих факультетов, куда не надо было сдавать историю именно на юридический, потому что во всех остальных университетах нужно было. Мне очень помогает то, что я не вижу плохого в людях изначально. Я не составляю никакого субъективного о них мнения. Я всегда открыта и всегда хочу узнать людей. Несмотря на то, что им может показаться, что я очень холодной и такая оценивающая, на самом деле это просто мой стиль общения. И я открыта к этим людям, и они чувствуют, что можно не то что довериться, понимая, что я не собираюсь их осуждать. Это очень важно для того, чтобы не то что произвести первое впечатление, но вообще в принципе составить какой-то образ человека. Я генератор идей, я постоянно пестрю идеями, мне очень нравится это придумать. Я не всегда люблю это доделывать, если честно, но если я что-то придумала, я продвину свою идею, она просто будет супер-мега-фикс. Но если я понимаю, что коллективу она не понравится, я скорее просто очень быстро могу переключиться со своей идеей и что-то новое придумать. В 2012 году Якушева стала победителем студен-шоу в конкурсе талантов для студентов РЭЛ. Сейчас она ведет большинство университетских мероприятий, организовывает выезды и активно участвует в развлекательной жизни в Лехановке. Основную часть своего времени Маша проводит в Совете. Координация проектов, собрание с председателями факультетов, подготовка мероприятий. В общем, в резюме можно смело писать, работая в режиме многозадачности. Учебный год только начался, а команда уже загружена по полной. Ведь в самом разгаре подготовка к школе актива. Чего вы добились за последний почти что год, за то время, пока ты здесь находишься на должности заместителя-председателя? Мы с ребятами по их инициативе разработали губально-рейтинговую систему, ну, именно оценивающую не учебный рейтинг, который подсчитывает деканат, но научные и социальные рейтинги. Ребята хотят сделать систему, которая будет подсчитывать по всем внутренним указам университета, по внутренним положениям рейтинг ребят для того, чтобы у них был некий мотивационный фактор учиться лучше и заниматься общественной и научной деятельностью, потому что видишь себя первым в списке или видишь себя последним, конечно, это всегда очень разница, реакция. Мы хотим сейчас... То есть мы уже сейчас запускаем именно сам тестовый режим на всех абсолютно факультетах. Ребята забивают, там старосты с этим очень плотно работают для того, чтобы принести в администрацию уже какой-то результат и показать, что смотрите, что мы можем сделать, нежели выдвинуть инициативу и не иметь никакой почвы под ней. С Машей мы познакомились практически год назад на школе «Актива». Тогда она была программным директором, а я был одним из организаторов школы «Актива». Первое впечатление, что Маша очень разносторонний человек и в разных ситуациях она может быть разной. Допустим, в работе она ответственный и достаточно требовательный человек, а в личном общении очень такой душевный, очень творческий. Например, Маша пишет стихи, поет песни. Это действительно очень круто. Собственно, каждое утро по понедельникам в 8 утра пересекаемся на больших собраниях. Опять же, про атмосферу в команде. Маша очень любит сделать какие-то сюрпризы, например, на всю команду, испечь печенье или что-то в этом роде. Вот такие мелочи – это на самом деле то, из чего складывается атмосфера вообще в работе, в команде и за что Машу все любят. Настя Юрина тоже выпускница РЭО. Работает в Центре по воспитательной работе и с Машей знакома со второго курса. Студенческий совет объединяет очень похожих людей. Активные, целеустремленные и с горящими глазами они часто заводят дружбу на долгие годы. Настя с Машей не стали исключением. С Машей мы познакомились на ее первом курсе, тогда на моем втором, когда Маша организовывала свой первый проект в ДК. Председатель студенческого совета Сережа Киселев попросил меня помочь юной первокурснице. А потом уже в дальнейшем мы встречались много раз на выездах, на тренингах, и оттуда и пошла дружба. Казалось, что с ней однозначно будет интересно работать, но на тот момент это был очень сосредоточенный человек, уверенный, не скажем, не только уверенный в себе, но видно было, что она очень ответственная. Она очень творчески подходила к тому, какой постановкой занималась. И было видно, что у нее очень-очень много идей. Пока недостаточно ресурсов, чтобы все это воплотить, или, может быть, некоторых знаний. Но желание, стремление было очень большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья и коллеги характеризуют Машу как невероятно целеустремленного человека. Она всегда полна идей и знает, как их воплотить в жизнь. А главное, это тот лидер, который объединяет вокруг себя команду единомышленников. И вот они уже не просто коллеги, а целая семья, готовая к любым трудностям. Могу практически всех назвать своими друзьями, ну или, по крайней мере, точно хорошими знакомыми. Здесь, несмотря на то, что мы все на разных факультетах, именно в Совете у нас есть что-то общее. С Машей легко работать, потому что она создает очень приятную атмосферу в команде. Она действительно такая душа компании. И это очень здорово, это помогает в работе всегда. Друзья, это те люди, которые готовы простить нам многие недостатки и спустить конфликты на нет. Но старшие коллеги и наставники всегда дают трезвую оценку действий в силу своего опыта и мудрости. То, что нам демонстрирует премьер Марии, это одно из самых лучших достижений нашего факультета за последние нескольких лет. Мы ее все равно очень ценим, любим и желаем ей дальнейшего карьерного роста, дальнейших успехов. В ближайшее время она получит диплом и обязательно найдет свою работу. И все у нее должно сложиться самым лучшим образом. Я надеюсь, мы с ней мы пора. Это еще одна передача. Студенческая жизнь заканчивается, а вместе с ней и работа в совете. Нужно искать серьезную работу, думать о будущем и, возможно, что-то менять. Как я себе представляю, Мария ждет достаточно серьезное будущее, связанное с юридическим, политическим и экономическим менеджментом. Я думаю, Маша будет жить очень хорошо и счастливо за границей. Либо будет возглавлять общественный фонд, очень значимый для людей. Не могу сказать, что она будет заниматься очень рутинной работой. По крайней мере, я ее в этом совершенно не вижу. Может быть, творческие какие-то порывы, но скорее именно значимость для общества и значимость для людей, кому она хочет донести какие-то идеи, мысли, либо, не знаю, свои прогнозы. Просто Маша должна быть людьми. Я Машу вижу в какой-то творческой специальности, на самом деле. Несмотря на то, что по образованию она юрист, но думаю, что ближе ей все-таки вот что-то такое более творческое, более интересное. А что по поводу этого думает сама Маша? Добилась она успеха или нет? Я очень давно задалась для себя этим вопросом. Считаю ли я себя успешным человеком и хочу ли я им стать? Для меня успех — это то, что я люблю рядом со мной в виде работы, которая мне нравится, в виде семьи, которую я очень хочу построить. Наверное, самореализация, но при этом с учетом потребностей других людей, которые находятся вокруг тебя. Мне кажется, что не всегда человек счастлив, когда он успешен. Успех может достигаться совершенно в разных сферах. В общем и целом, в идеале, я думаю, что если я буду счастливой, тогда я стану успешной, а не наоборот. Маша Якушева действительно любит свое дело и в любую идею вкладывает все возможные силы и ресурсы. За такими, как она, всегда идут люди через огонь, воду, медные трубы. А когда у тебя такая команда за спиной, никакие трудности не остановят на пути к цели. Это была программа «Личность». Смотрите Приханов ТВ. Удачи! Продолжение следует...